МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21 продолжает работу в эфире. Вы смотрите новости в студии Анастасия Семенова. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Эта выставка вызывает большой интерес у студентов, у руководителей, преподавателей, просто художников. В Мурманске проходит международный форум креативной индустрии арктического региона. Узнаем, на каком предмете одежды молодые дизайнеры находят место для птиц. Я трижды родным звонил на неких заповедных островах Беломорья. Чудесное время, которое я там провел. О жизни в стихах и прозе, о путешествиях по Кольскому Северу и Арктике знаменитый писатель Олег Бундур отмечает 75 лет. Два часа от Москвы, и у вас самая сервисоориентированная Арктика. Тест на бережное отношение к родной земле. Популярный путешественник провел для северян экологический диктант. Два с половиной года существует территория опережающего развития столицы Арктики. За это время инвесторы вложили в экономику региона 132 миллиарда рублей, что на 36 больше запланированного. Якорным резидентом территории развития стал Новотек, который построил первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. Также на западном берегу Кольского залива идет строительство Лавны – крупного порта по перегрузке угля. К этому моменту в ТОР 8 компаний-резидентов. Все вместе они обеспечили работой 2600 человек. Программа по привлечению кадров «Арктический вызов» проведет очные отборы в Мурманске 25 и 26 ноября. В этом году команда объедет с туром 4 города. Это не только Кольское Заполярье, но и Москва, Санкт-Петербург и Костомукша. «Арктический вызов» предлагает более 200 вакансий в IT-сфере, госслужбе, образовании, энергетике, строительстве и туризме. Участник программы получит сертификат, опыт работы над сложными заданиями. Также организаторы смогут дать оценку способностям и необходимые рекомендации для карьерного роста. Помимо этого у конкурсанта появится шанс занять высокую должность в одном из крупнейших предприятий Арктики. Заявки на участие принимают на сайте «Арктический вызов РФ» до 30 ноября. Открыт шестой международный форум креативной индустрии Арктического региона. Кто приглашен на встречи и лекции «Зачем смешивать искусство с промышленностью» – репортаж из Креативного центра города. Шестой международный форум креативной индустрии Арктического региона посвящен опыту и перспективам развития творческих отраслей. В программе съезда, мастер-классы, образовательные сессии, презентации проектов и выставки. Основные темы внедрения дизайна в повседневную жизнь и взаимодействия креативных индустрий, например, с туризмом, образованием и торговлей. И, конечно же, вот здесь очень важно привлечь творческих людей в повседневную жизнь. Обычно мы это рассматривали раньше как некое украшение. Там в туризме сувениры, театр как некая неповседневность. На сегодняшний день мы как раз говорим о том, что креативные индустрии должны вовлить все население в некое творческое пространство. Помимо мероприятий для профессионалов в рамках форума открыто несколько выставок. Посмотреть на экспонаты можно в Мурманском выставочном зале в холле гостиницы «Арктика» и Мурманском арктическом государственном университете. Эта выставка вызывает большой интерес у студентов, у руководителей, преподавателей, просто художников. И становится понятно, что наш регион, наша Арктика интересна не только людям, которые здесь проживают, но и тем жителям, которые в других регионах проживают. И наша природа, наша погода, наша уникальность, наши феномимы интересуют многих людей. Одна из работ на выставке – произведение мурманска студента Ирины Черных. Перо – это проект эскиз платья на тему севера. Для меня стала интересна тема северных птиц, поэтому я выбрала ту, которая мне больше всего нравится – это северная сова, полярная сова ее еще называют. И отталкиваясь от этого образа, я создала эскиз. Основываясь на этом эскизе, я также разработала кусочек ткани, который также есть на планшете, которую можно потом использовать уже при пошиве самой одежды. Основные мероприятия форума завершатся до 26 ноября, а выставки будут работать до 19 декабря этого года. Данил Скородов, Борис Савельев, Максим Чинкин, ТВ, 21+. Одна из площадок, на которой представлено северное творчество – городской выставочный зал. Это место всегда славилось нестандартным подходом к выбору художников и мастеров для сотрудничества. И сейчас руководитель отдела экспозиционно-просветительной работы Ольга Чехова расскажет нам, чем так привлекли молодые креативные опытных искусствоведов. Ольга Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас проходит форум креативной индустрии арктического региона, и городской выставочный зал стал площадкой для работ талантливых ребят. Расскажите, что интересного ждет мурманчан? Здесь представлены работы не только мурманчан, но и студентов из Санкт-Петербурга и Карелии. Здесь представлены также дизайн среды, причем нашей, именно северного региона, у них акцент сделан именно на северный регион. Здесь представлены проекты также по развитию городской среды, именно с акцентом на северный регион. Также в этом году, чем отличается выставка, допустим, от прошлогодних, у нас представлен дизайн костюма. Потому что в этом году те дизайнеры, которые занимались только ландшафтом, архитектурой и тому подобным, им предложили новый курс по проектированию костюма, именно посвященного северу. И лучшие работы, вот одна из них, это коллекция гололедица, вошла у нас в экспозицию. У нас раньше в Азимуте никогда не выставлялись костюмы, и вот впервые в этом году три костюма из этой коллекции встали у нас в экспозицию. То есть можно пойти посмотреть. Это такой некий фьюжн из нескольких культур и истории, которые в северных цветах, то есть это синий, белый, серый, черный, очень интересные акценты, очень интересное видение, и все о проекте, собственно, на выставке можно увидеть. Плюс еще компьютерная графика. А после форума какие планы в дальнейшем у городского выставочного зала? У нас очень богатая программа, и мы, опять же, готовимся к Новому году потихонечку. Несколько выставок у нас будет. Будет выставка, посвященная 70-летию нашего городского мастера Татьяны Григорьевны Треханкиной. Будет выставка Сергея Васильевича Скорова, это из города Североморска у нас художник. На площадке на Челюскинцев 27 у нас будет выставка кружка, ниточки, иголочки Дома культуры досуга и семейного творчества. Там кружок, значит, его возглавляет член Союза художников Марина Таран, и она очень интересно учит детей думать. Она предлагает им нарисовать персонажа, а потом этого персонажа, собственно, из плоскости отшить в объеме. И они создают совершенно фантастических героев, скажем так, своих рисунков. И эта выставка у нас будет прямо перед Новым годом. Также мы запускаем проект «Театр на столе». Это мы в семью возвращаем традиции театров. То есть вы вспомните наше детство, когда мы собирали там табуретки, вешали одеяло, и кто хотел, кто не хотел, тем показывали и рассказывали театральные истории, собственно. И мы этот проект, он вырос из другого нашего проекта «Играем в куклы». Мы проводим мастер-класс и делаем куклу, делаем персонажа. И этот персонаж впоследствии у нас принимает участие в театральном представлении на столе. А я вот слышала, что в декабре планируется городской праздник керамики, лэмфорга и фьюзинга. Ну что такое керамика, естественно, мы все понимаем. А что такое лэмфорг и фьюзинг? Лэмфорг и фьюзинг – это неплохие слова. Это художественные способы обработки стекла. Лэмфорг – это на открытом огне, это газовая горелка, а фьюзинг – это запекается. Плюс еще у нас добавился с прошлого года витраж. Эта художница из Североморска привозит нам совершенно фантастические работы. Это, значит, в программе этого фестиваля будет ярмарка, будет лекторий, будут мастер-классы, и также мы еще планируем провести интерактивную игру-квест в поисках ферна. Ферна – это у нас логотип «Птица Феникс», и, собственно, мы будем искать ферна на нашем мероприятии. Спасибо вам большое за беседу. Я думаю, что телезрителям тоже будет очень интересно послушать о планах городского выставочного зала. Спасибо вам. Третья Мурманская детская школа искусств продолжает работу после комплексного ремонта. Как теперь выглядят коридоры и классы, и чем помещения удивят учеников, смотрите в следующем сюжете. Первое, что бросается в глаза на входе в Третью детскую школу искусств – ее свежий вид. За 2022 в помещениях обновили электрику на втором этаже. Сеть канализации установили дверные блоки и новые поручни на лестнице. Я, так как работала 35 лет в детском саду, все наши выпускники детского сада, все в основном поступали в эту школу. Мало того, что я вам хочу сказать, здесь самый густонаселенный многодетными семьями район, округ. Вот правда, у нас очень много многодетных семей, причем очень социально обеспеченные семьи, не такие, не а социальные, а социальных практически уже нет. Школа искусств начала работу в 1958 году, а в 1994-м переехала в отдельное здание на Торцево. Здесь обучают не только игре на инструментах, но и пению и рисованию. Есть и адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Таких учеников всего два – один ребенок с детским церебральным параличом и один незрячий. В прошлом году специально для них в рамках национального проекта культуры оборудовали рабочие места. По этой же программе сделали виртуальный концертный зал. Он позволяет проводить и слушать концерты из любой точки планеты в прямом эфире или записи. Конечно же, еще есть над чем работать. Это и система теплоснабжения, которую мы запланировали на следующий год, потому что очень важен климат для инструментов. Ну и для детей, конечно же. На самом деле, очень приятное впечатление. Вы знаете, когда мы говорим о культуре, вопрос эстетики должен стоять, на мой взгляд, на первом месте. Власти города обещают выполнить эти задачи и ремонт крыши уже в следующем году. А сейчас составляется смета и обсуждается вопрос финансирования. Данил Скуратов, Павел Третьяков, ТВ27+. Мы продолжаем наш эфир. Спасибо, что остаетесь с нами. Контрольное для взрослых. Северяне проверяют знания о зеленой повестке на Всероссийском экологическом диктанте. Мероприятие традиционно приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки. В этот раз тест писали сотрудники Кольской ветроэлектростанции. Почетным гостем и ведущим выступил известный блогер и путешественник, член Российского географического общества Богдан Булычев. В чем заключается опасность таяния льдов Арктики, которая может негативно сказаться на всей планете, включая отдаленные от Арктики регионы? Опытный путешественник, исследователь и блогер Богдан Булычев знает об Арктике многое и даже носит звание ее амбассадора. За плечами у россиянина не один десяток исследовательских поездок. Интервью с представителями коренных народов Севера, прогулки по Диксону и ночевки при температуре минус 50. В Мурманской области путешественник не впервые. Считает, наш регион удобен для комфортного знакомства с прелестями Севера. У вас самая близкая Арктика к центральной части России. У вас невероятная транспортная доступность этой Арктики. Есть шикарная трасса Кола, два часа от Москвы. И у вас самая сервисоориентированная Арктика. То есть, приехав сюда, вы можете вкусить все прелести сервиса. И при этом вот этот пробник Арктики, вот тут есть все. На Кольскую ветряную электростанцию Богдан прибыл, чтобы провести для ее сотрудников эко-диктант. 25 вопросов об экологии и энергетической безопасности и около 40 минут на размышления. Напрячься пришлось даже профессионалам. Вначале была часть, которая, казалось бы, такая водная, такая достаточно простая. А потом, когда я увидел вопрос о зеленых облигациях, я понял, что просто не будет. Вот сегодня мы узнали, что такое диспозер. Ну, знаешь, что это? Измельчать только сей. Но написанием теста встреча не обошлась. На экскурсии участники рассмотрели главный трансформатор мощностью 200 МВА и заглянули в оперативный пункт управления. Его сотрудники круглосуточно контролируют работу ветроустановок. Оперативный персонал путем дистанционного управления всем нашим энергооборудованием происходит, производит управление. Всего на территории около 250 гектаров установлено 57 ветряных турбин. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы. Монтаж основного оборудования закончен. Сейчас производится наладка. Начинается заключается в том, чтобы проверить работоспособность всех систем. Ну и подготовка к запуску. Такая локация для проведения экодиктанта выбрана не случайно. Кольская АВС – яркий пример заботы об окружающей среде. А экскурсия по ее территории – уникальная возможность узнать о ее работе больше. Ветряк, который находится за моей спиной, высотой 84 метра, лопасти 64. Прямо сейчас его запустят прямо на наших глазах. Прошу запустить ветроустановку номер 9 в работу. О результатах диктанта, написанного на площадке крупнейшего за полярным кругом России ветропарка, участники узнают после 28 ноября. Евгения Гречуха, Максим Чинкин, ТВ, 21+. Знаменитый детский писатель, наш земляк Олег Бундур, отметил юбилей. Его стихи знают многие юные северяне. Творчество посвящено Кольскому Северу и Арктике. Поздравили юбиляры и корреспонденты ТВ, 21+. Енина Морозова расскажет подробнее. Олег Семенович, мы от души поздравляем вас с юбилеем. Желаем творческих порывов и прорывов. Ну, конечно, здоровья крепчайшего. И, я надеюсь, еще не менее 68 книг от вас мы увидим. Писатель Олег Бундур любит не только принимать, но и дарить подарки. И делает это с удовольствием. Нам на память его сборник стихов «Каша с видами на море». Он автор 68 детских книг. Его стихи и рассказы включены в 74 сборника. А общее количество произведений и сосчитать трудно. Врач по профессии, писатель по призванию. Более 40 лет он живет и творит в Кандалакше. Я написал первые стихи в седьмом классе, а врачом я стал хотеть. Хотеть в девятом классе после фильма «Коллеги». Если помните, это фильм о молодых врачах, которые поехали в глубинку и там, ну, всякие подвиги врачебные совершали. Практику врача-психиатра Олег Семенович многие годы совмещал с творчеством. Несчастье людей, столкнувшихся с зависимостями, работа в комиссии по делам несовершеннолетних, пережитая в детстве долгая разлука с родителями. Все эти горести он сумел переплавить в теплое послание детям и взрослым. Доброта, забота, дружба и поддержка – рецепт счастья от доктора Бундура. Его книга «Как воспитывать папу» стала бестселлером. У меня больше всех стихов в России написано о семье. Это однозначно, и все 24-25 поэтических книг, так или иначе, связаны с семьей. Книги Олега Бундура издаются чаще всего в Москве и Санкт-Петербурге. А произведения о Севере и Арктике переведены даже на китайский язык и включены в Золотой фонд детской литературы. Вдохновение дарят поездки. Когда закончилась врачебная практика, настало время для путешествий. Одно из самых любимых мест – Терский берег. Я вот в этой Чавоньке больше всего пробыл времени, ходил туда, ходил по реке Чавонька туда, вверх по течению, далеко-далеко уходил. Вот, вплоть до того, что когда первый раз увидел медведя, идет, но он прошел мимо меня, вот, говорит, не волнуйся, я по делам иду. В заполярной отдаленке настоящая жизнь, настоящие люди, делится Олег Семенович. Ими хочется восхищаться и бесконечно любоваться бескрайним морем, зимой и летом взглядом уноситься за сотни километров. Еще одно место притяжения – острова Кандалакшского заповедника. Я трижды родин звонил на неких заповедных островах Беломорья, ну и в Арктике три сады день провел на трех атомных ледоколах, ходил в Северное поле, в Северноморской путь. Арктика стала не просто новой темой в творчестве, но и бесконечной любовью. Ледяные просторы, ледоколы, обитатели макушки планеты – об этом и не только. Книги в гостях у Белого медведя, загадки и тайны Арктики, Царское море. Главный их секрет – искренность. Даже сейчас в эру компьютеров Олег Семенович пишет от руки. Каждое утро работает несколько часов, рукопись переписывает четырежды. Говорит, слово нужно прожить, только тогда оно обретает силу. Вот когда они присылают что-то посмотреть, особенно прозу, я сразу вижу, что это на компьютере написано, оно чувствуется. В свои 75 Олег Бундур полон творческой энергии, готовит к изданию новые книги. Все это требует сил, а заряжает писателя энергии супруга Елена. Она и оберег, и опора, и муза, и первый читатель всех его стихов и рассказов. Конечно, нелегко, конечно, нелегко. Ну, я думаю, что каждый творческий человек, он обладает какими-то своими такими особенностями, которые на него профессиональная его деятельность накладывает. Поэтому, да, ну, справляемся. Неспроста книги Олега Бундура стали объединяющей силой для детей и взрослых. Их ищут, их читают, с ними смеются и переживают. В этом доме тепло, и все по-настоящему. Нас Елена Васильевна, едва дав интервью, просит выключать оборудование и садиться за стол. Без чая в этой семье гостей не отпускают. И правда, самое время поговорить по душам. Янина Морозова, Максим Чинкин, ТВ21+. Волонтеры организовали акцию «Коробка храбрости». Они собирают подарки детям, которые вынуждены лежать в больнице или приходить на долгие процедуры в поликлинике. Любому ребенку находиться в больнице некомфортно. Там часто нет мамы с папой и любимых игрушек. Даша Стародуб сама в детстве несколько раз лежала в стационарах и помнит те эмоции. Поэтому она вместе с друзьями решила поддержать ребят, которые сейчас проходят через этот сложный период. И приняла участие в акции «Коробка храбрости». Мы с ребятами принесли разные игрушки. Кто-то принес пазлы, кто-то принес, ну, лично я, такие прыгучие игрушки. Кто-то принес наклейки на окна в виде снежинок, чтобы веселее было. Волонтеры во всех муниципалитетах области собирают подарки для детей. В боксы можно положить любые развивающие игры. Наборы для творчества, книжки и канцелярию. Все новое и в упаковке – это обязательное санитарное требование. Под запретом мягкие игрушки. Их сложно обработать. Ежегодно к акции присоединяются и депутаты областной думы. Вот стоит коробка, он ищет там себе приз, достает. Вот за храбрость маленький наш мурманчанин, или житель в Мурманской области маленький, получает приз. Конечно, это глаза радости. И, конечно же, он в дальнейшем понимает, что ничего страшного от этой процедуры нет. Но при этом он получит подарок, он идет уже с легкостью и значительно легче и родителям. Через две недели все собранные подарки отправятся в медицинские учреждения региона. Больницы и детские поликлиники. Северяне приносят столько сюрпризов, что их хватает чуть ли не до весны. Очень широко поддерживается житель Мурманской области. Мы стартовали, наверное, несколько лет назад буквально с двух-трех таких коробок, боксов и сотен, может быть, пара тысяч подарков. В прошлом году у нас уже было порядка двух десятков тысяч. Принести подарки можно в отделение общественных приемных партий «Единая Россия» в каждом муниципалитете области. Адреса других точек сбора стоит уточнить по номеру 8 815 2 69 33 00. Влада Егорова, Павел Третьяков, ТВ21+. В Кольском районе обновили практически все фельдшерско-акушерские пункты. В Междуречье и Лопарской медработники уже принимают пациентов в отремонтированных кабинетах. Об изменениях подробно расскажет Александра Пескова. В Лопарской проживает более двухсот человек. В местный фельдшерско-акушерский пункт обращаются не только они, но и жители всех ближайших дачных поселков. Зимой на каникулу съезжаются сотни человек. В любую минуту им может понадобиться скорая помощь. Поэтому задача привести ФАП в порядок стояла остро. У нас и была модернизирована внешняя группа, крыльцо, вход. Мы привели в порядок все внутренние помещения. Сделали их такими комфортными, приятными, очень удобными для и пациента, и для фельдшера, который здесь работает. Поменяли не только внешнее обличие, но и наполнение оборудования и мебель. Для небольшого ФАПа большое событие. Между речью тоже работает пункт, но амбулаторный. Здесь есть фельдшер и врач общей практики. Пациенты в целом довольны работой специалистов в медучреждении и свежим ремонтом. Как заверил министр здравоохранения региона, на следующий год ремонтная кампания по переоснащению объектов первичного звена продолжится. У нас запланированы капитальные ремонты более 10 объектов. В совокупе на переоснащение более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, у нас 125 миллионов рублей на капитальные ремонты 10 объектов. Более 125 миллионов рублей на строительство модульных семи ФАПов и одной амбулатории. Модульные фельдшерско-акушерские пункты появятся в Крузуново, Кузамине, Леонахамаре, Спутнике, Куашве и Титане. Александра Пескова, Борис Савельев, ТВ21+. Женская консультация номер 3 «Мурманска» стала структурным подразделением второй поликлиники. Именно там теперь врачи принимают пациенток в комфортных условиях. Во второй поликлинике женской консультацией выделили целое крыло на четвертом этаже. Отремонтированные кабинеты, новая мебель и оборудование. Таким переменам специалисты рады. Ведь долгое время они принимали пациенток в устаревших помещениях на Кольском проспекте 143. Естественно, коллектив очень волновался, как нас встретят, как мы вольемся в данный коллектив. Но все было замечательно. Встретили нас очень хорошо. Первые дни практически с нами здесь жили. Вводили нас в новую программу, помогали нам привыкнуть к данному помещению. О новом месте женской консультации положительно отзываются не только врачи, но и сами пациентки. С потоком людей специалисты справляются, но поиск новых акушеров-гинекологов продолжается. Чтобы все, кому необходима помощь, могли записаться и получить ее. Элина Шагенова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Завершился капитальный ремонт детского сада номер 101. Большие комплексные работы от подвала до крыши. Общеобразовательное учреждение далеко не новое, поэтому внимание к нему было особое. Кроме этого, он стал одним из 18 детсадов Мурманских, где полностью заменили систему водоснабжения. Ждут все с нетерпением, оборвали телефоны все. К тому, что открытие детского сада ждут с нетерпением, удивляться не стоит. Почти семь месяцев он был закрыт на капитальный ремонт. Последний раз комплексные работы проводились только при строительстве в 1967 году. Ремонтированы и группы, и теплопункты, и сделана вентиляция. То есть созданы все самые современные комфортные условия для пребывания самых наших маленьких мурманчан. Не обошли стороной и пищеблок. Туалетные комнаты, прачечный, спортивный зал частично отремонтировали кровлю. Автоматизированный теплопункт поможет детскому саду экономить деньги за воду и тепло. На самом деле у нас же 18 детский сад, когда мы полностью заменили систему тепловодоснабжения, поставили теплопункты. А это очень важный момент, потому что все время будет температура, комфортная среда, вне зависимости от температуры на улице. До 1995 года детский сад принадлежал Траловому флоту. Трал-флот отцы оставили после себя памятные рисунки на стенах с изображениями персонажей из знаменитых мультфильмов. Во время ремонта рисунки не пострадали. Их бережно хранят воспитатели, каждый год реставрируют. Александр Песков, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Мурманский ЗАГС вернулся на проспект Ленина. Больше года помещения ремонтировались. Но уже сейчас отдел принимает заявления и проводит торжества в привычном режиме. Обновление Мурманского ЗАГСа началось еще в прошлом году. На время ремонта все церемонии проводились в помещении Дома культуры железнодорожников. Однако сейчас органы записи актов гражданского состояния вернулись на старое место на Ленина. И несмотря на то, что здесь все еще ведется реконструкция, можно подать все виды заявлений. Будет проведен косметический ремонт всех кабинетов рабочих. Заменены обои, покрашены, полы поменены, частично будут окна заменены. В общем коридоре также будет изменен цвет. Пол трогать не будем, потолок трогать тоже не будем. То есть косметический ремонт коснется всех кабинетов, чтобы стало еще более нарядно, красиво и удобно для всех посетителей. Зал для брачных церемоний второй этаж отремонтировали в 2021 году. Закончить нынешние работы обещают в декабре. Чтобы встретить 105-летие службы в обновленном здании. Данил Скуратов, Руслан Мавлютов, ТВ-27+. Эти и другие новости доступны на нашем сайте тройной WTV21.ru и на нашем YouTube-канале. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Далее вас ждет прогноз погоды. На юге области в Кандалакше в четверг 24 ноября – минус 3, минус 5. В Умбис – нежда до минус 5. В полярных зорях около минус 4 и снег. В Апатитах также осадки – минус 4, минус 6. В Кировске – около минус 5. В Кавдоре – минус 5, минус 7 без осадков. В Манчегорске – солнечно – минус 4, минус 6. В Лавозере – холоднее до минус 8. В Оленигорске – солнечно – минус 5, минус 7. На севере области в Никеле – минус 4, минус 6. В Заполярном также – около минус 5. В Североморске – до минус 6. В Мурманске в четверг 24 ноября – минус 5, минус 7 без осадков. Это были все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова